Здравствуйте! Я врач, фитотерапевт, диетолог Борис Качко. Автор десятков опубликованных книг, брошюр, научных статей. Автор сотен видео на собственном канале YouTube. Про профилактику, здоровье, лечение. В том числе и народными средствами. Сегодня решил написать очередное видео. Лечение почек или очищение почек содой, некоторыми народными средствами в домашних условиях. Вопрос не праздный. Если вас интересует лечение, то лечить почки в отрыве от целостного организма это просто нереально. Несмотря на то, что специальность врач-нефролог все-таки существует. Потому как часто в этот процесс последовательно, либо параллельно включается еще и врач-уролог. Это когда применяемые лечебные средства, а также шлаки или продукты жизнедеятельности, или шлаки обмена веществ, выделяясь с мочой через фильтр почки, раздражают всю мочеводелительную систему. И легко и просто обостряются либо цистит, либо ретрит. А у мужчин как дополнительный бонус. Хронический простатит, либо аденомопростаты. В любой произвольной комбинации. Особенно часто такие осложнения проявляются, когда считают, что лечение почек и очищение почек это одно и то же. Но! Это далеко не одно и то же. Очищение почек в домашних условиях это попытка избавиться от солевого диатеза. Или тех самых эхопозитивных включений, которые часто определяются в лоханках почек при исследовании. И в этом вопросе далеко не все средства очищения одинаково полезны. А лечить нужно не почки, а устранять те болезни, которые возникли в почках вследствие определенных действующих причин. Поэтому, просмотрев это видео до конца, вы узнаете, как правильно подготовиться к очищению почек. Вы также узнаете, как провести очищение почек содой, не принимая пищевую соду внутрь. И не пойти по пути через атрофический астрит в рак желудка. Это легко и просто сделать. Ну и также вы узнаете, как же помочь почкам правильно работать в вашем организме. Чтобы они работали лучше, а ваш уровень здоровья был выше. Как же правильно подготовиться к очищению почек? Ну самое главное, у вас появилось желание жить лучше и дольше. И вы задумались о втором по мощности фильтре в вашем организме. Следующим шагом нужно понять, в каком состоянии находятся ваши почки. И заключение «я здоров либо здорово» отражает лишь ваш оптимистический подход в этом вопросе. Это здорово! Особенно, если подтвердиться как минимум на УЗИ почек. Как максимум сдать бы еще анализы. И удостовериться, что там реально все хорошо. Потому как чаще всего обмен веществ идет таким образом, что образуется достаточно много кислот. Количество и качество которых зависит от многих факторов. Имеет значение рацион питания и сочетание продуктов в конкретном блюде. И последовательность употребления продуктов на протяжении дня. От погодных и климатических условий также во многом зависит работоспособность ваших почек. Основное количество кислот выделяется как раз из организма через почки с мочой. В результате чего? Как бы без видимой причины. Может обостряться цистит, уритрит, простатит, аденомов. Тут зависит от того, какие болезни вы уже приобрели. И это очень важно знать. Особенно как вы относитесь к употреблению воды. Но об этом будет прямо сейчас. Если же вы не знаете как правильно питаться в тех или иных условиях. Да еще и употребляете относительно мало воды. В лоханках почек образуются в начале так называемые эхопозитивные включения. Или по-другому их называют песок. Из которого со временем могут и камни образоваться. Именно для этого и необходимо вам сделать УЗИ. Чтобы очищая почки не попасть на операционный стол. Потому как результат очищения почек в лучшем случае. Это обострение у того самого цистита, уритрита. Хуже если у мужчин есть простатит либо аденома. А чаще всего два в одном. Чаще всего не просто чистый простатит. У мужчин после 40 есть явление и простатита и аденомы. Это серьезно ухудшает прогноз при очищении почек. Потому как может случиться острая задержка мочи. Напомню. Мочевой пузырь как амфора находится. А внизу мочеиспускательный канал. В начале которого охватывается простатой. Если есть хронический воспалительный процесс. Отек простаты есть. Канал сдавлен. Если есть аденома. Увеличена хронически ткань железы. И просвет опять-таки сдавлен. Стоит вам обилие солей пустить по каналу. Возникает воспалительный процесс. Уже в начале канала развивается уритрит. И здесь у вас возникает проблема. Отечная железа отекает еще больше. Зажимает мочеиспускательный канал. Все. Отделение мочи закончилось. И возникла очень серьезная проблема. А вот если в почках много песка. Либо уже есть камни. Когда они начинают активно двигаться из лоханок в мочеточники. Здесь возникает еще одна проблема. Они могут перекрыть мочеточник. Или оба мочеточника сразу. Все зависит от того сколько солей или камней вы уже накопили в почках. Если вы не делали УЗИ. У вас большой большой вопрос. Чем закончится такое очищение почек. Потому что как минимум можно наиграть приступ почечной колики. А как максимум. Заблокировав полностью отток мочи от почки. Или от почек. Развивается гидронефроз почки. И в результате такого очищения почек. Ну почки можно потерять. Потому как если мы берем саму почку. На выходе мочеточник. Вот здесь забили соли. А почка продолжает работать. Она же очищает кровь. Увеличиваются лоханки. Почка надувается как шарик. А корковое вещество. Где фактически идет основная работа. Идет очищение крови. Сдавливается. Снаружи капсула почки. Изнутри образующейся в почке моча. И рабочий аппарат почки легко и просто страдает. Поэтому если вы хотите вслепую проводить очищение почек. Ну мне сложно подобрать эпитет. Но это все равно что с закрытыми глазами переходить автостраду с оживленным движением транспорта. Или покататься на авто в качестве водителя. Хорошо бы еще и с хорошей скоростью. Но также с закрытыми глазами. Но выбор каждый делает для себя сам. Как очищать почки. А вот как провести очищение почек пищевой содой. Не принимая пищевую соду никоим образом. Вы узнаете прямо сейчас. Пожалуй самый быстрый и эффективный способ сделать более щелочную мочу. Это введение соды внутривенно. При этом часть соды будет удаляться с мочой. Часть с желчью. И это в принципе хорошо. Одно непременное условие. Нельзя резко изменять PH крови. То есть нужно контролировать PH крови. И в зависимости от показателей вводить соду. Чтобы просто не попасть в реанимацию. Учитывая необходимость вводить соду внутривенно. В домашних условиях такой способ мало применим. А чаще используют иной способ разводить соду водой и просто пить. При этом не существенно. Будете вы принимать гидрокарбонат натрия или собственно пищевую соду. Либо гасите соду кипятком и принимаете уже карбонат натрия или белевую соду. В любом случае. Если после приема соды появилась отрыжка. Значит базальная секреция желудочного сока у вас сохранена. И это здорово. Значит барьер в виде соляной кислоты в желудке все-таки присутствует. И в результате реакции с кислотой сода превратилась в поваренную соль. И вы считали что в кровь должна попасть пищевая сода. Реально у вас попадает обычная поваренная соль. А отрыжка это углекислый газ. Который раздражает слизистую желудка. Кислый барьер в желудке восстановит. И однократный прием особенно не повредит вам. Более того вы прошли самодиагностику. Состояние желудка вы протестировали. И это очень важно. Потому как иные ситуации более опасны для здоровья. И в этом вы убедитесь прямо сейчас. Если же вы будете регулярно таким способом тестировать свой желудок. То желудок готов к кислоте. Напомню что на высоте пищеварения в желудке PH от 0,9 до 2,5. А PH пищевой соды 8,5. Ваш желудок не готов к щелочи. И атрофия слизистой желудка. Это естественное следствие этого процесса. Статистика говорит о том. Что атрофический астерит. Это резкое повышение вероятности рака желудка. Который в желудке возникает именно в щелочных условиях. Поэтому пока ваш желудок способен вырабатывать достаточное количество кислоты. Вероятность развития рака желудка в нем минимальна. Ну а что получите в ближайшей перспективе. В желудке переварятся белки. Поджелудочные и тонкий кишечник не смогут полноценно подстраховать ваш желудок переваривая белки. В результате как минимум дисбактериоз кишечника в ближайшей перспективе вам обеспечен. Со вздутием живота, сурчанием и со снижением иммунитета. Которому нужны белки. А вы их переваривание нарушили. Если же после приема пищевой соды отрыжка не появилась. Это очень неблагоприятный симптом. Вам уже необходимо исследовать свой желудок. И выяснить по какой причине кислый барьер в желудке отсутствует. Хорошо если это функция. Функциональные какие-то нарушения. Хуже если есть явление атрофического гастрита. Ну а очищение почек? Ну очищение почек после такого теста логично было бы пока отложить. Пока вы не решите более серьезную задачу в своем организме. Есть еще более мягкий способ. Пищевая сода принимается с молоком. В этом случае активное воздействие или негативное воздействие на слизистую оболочку желудка меньше. Все-таки защищает молоко. И сода может в большем количестве. Несмотря на хорошую способность желудка переварить белковую пищу. Будет попадать в кровь. И способна удаляться либо через почки, либо с желчью. И применяться такой способ может дольше. Но есть еще более мягкий, безопасный способ защелачивать мочу. И при этом принимать пищевую соду нет необходимости. Больше того, этот способ можно использовать не просто несколько дней. Многие используют этот способ десятилетиями. Если правильно к нему относятся. И об этом вы узнаете прямо сейчас. Если же ваш организм достаточно молод. Значит в обмене веществ горят активно углеводы. А конечный продукт обмена углеводов это угольная кислота. Из которой в сыворотке крови при определенных условиях образуется пищевая сода. Но для этого нужно сделать над собой небольшое усилие. И подкорректировать свой рацион питания. Из которого на некоторое время должны исчезнуть все продукты с достаточно значительным содержанием белка. Подчеркиваю все продукты. А это не только большинство продуктов животного происхождения. Мясо, рыба, птица, яйца, молочные продукты. А также нужно безжалостно убрать из рациона фрукты и ягоды. Несмотря на то, что в них достаточно много простых сахаров. И в обмене веществ из них могла бы образоваться угольная кислота. Они содержат также и много разных органических кислот. Которые сахарами замаскированы. И ягоды или фрукты кислого вкуса. Понятно, вы органолептически ощущаете там много кислот. Кисло сладкого или сладкого считается, что там их мало или нет. Но на самом деле практически во всех фруктах или ягодах просто содержание сахаров настолько может быть большим, что вы ощущаете их как сладкие. И на самом деле кислот там полно. Ну разве что бананы и финики можно оставить в рационе. Потому как там реально кислот практически очень мало. А фруктовые кислоты вопреки распространенному заблуждению все же изменяют PH крови в кислую сторону. Откройте википедию. Удостоверьтесь в том, что они все-таки органические кислоты имеют кислую PH. Ну апогей назначение вот кислот для очищения почек это лечение почек лимонами. Тогда рекомендую принимать до 25 лимонов в сутки. Откройте интернет, почитайте, такие рекомендации есть. Но даже самая здоровая печень с трудом нейтрализует попавшие к ней из кишечника кислоты, содержащиеся в одном-двух лимонах. Не говоря уже про женскую печень слабую, про печень после гепатита или в состоянии жирового гепатоза. А количество кислот в 25 лимонов далеко за пределами возможностей даже самой здоровой печени. И когда обилие кислот из кишечника попадает к печени, она их не может использовать в обмене веществ. Они будут попадать в системный кровоток и как минимум будут нарушать работу и почек. Потому, чтобы ощелачивать мочу и сохранить вам почки, фрукты и ягоды нужно максимально убрать из рациона. Но это не все изменения, которые вы должны сделать. Об этом вы узнаете прямо сейчас. Что же вам остается в рационе? Ну почти все овощи, в которых основные углеводы это крахмал либо инулин. Способ приготовления любая адекватная термообработка. Потому, как употребляя овощи в сыром виде, вы просто сможете заменить одни соли в почках на другие. Зачем вам это будет нужно не знаю. Но вместо оксалатов либо уратов, которые образуются в кислой моче, появятся фосфаты и левокарбонаты. Это продукты неполного переваривания сырой растительной пищи. Принципиального значения это не имеет. В любом случае ваши почки остаются под угрозой. А угроза простая. При наличии солевого диатеза почки скомпрометированы. И при снижении иммунитета от любой причины, будь то это какая-то инфекция, будь какая-то интоксикация, будь какой-то жесткий стресс, в почках может развиться любая микрофлора, вызвать пилонефрит. А это номер один по почечной недостаточности. Поэтому-то вам и нужно правильно удалить песочек из почек, чтобы почки стали работать лучше. Поэтому можете для очищения почек приготовить постный суп либо борщ. Борщевая диета прекрасный, пожалуй идеальный способ очистить почки. И при этом вы можете как снизить вес, так и набрать вес. Многое зависит от того, как правильно приготовить борщ. Такие видео есть на моем канале. Вы их можете легко просмотреть. Там несколько этих видео и в любое удобное для вас время. А вот зелень и пряности они не возбраняются, но в небольших количествах. Они часто раздражают почки и могут нарушать их работу. Поэтому в этом отношении важна умеренность. А вот какие продукты животного происхождения все же можно оставить в рационе? Вы об этом узнаете прямо сейчас. А из продуктов животного происхождения остается разве что мед. А также животные жиры могут остаться. Сало, сметана, сливки. Растительные масла можно использовать. Они не смогут существенно повлиять на PH крови и нарушить очищение почек. А вот переварить, правильно переварить пищу вам помогут. От количества жиров зависит, будете вы при этом снижать либо набирать вес. А вот что касается изменения PH крови. Для очищения почек есть еще один очень важный компонент. О котором я пока не говорил. Но без которого на одних овощах и маслах у вас ничего не получится. И несмотря на то что многие его считают не иначе как белая смерть. Для очищения почек он абсолютно необходим. И об этом вы узнаете прямо сейчас. А этот очень важный компонент. Без которого переварение пищи идет очень вяло. Очень плохо. Да и удовольствие от пищи вы получаете не в полной мере. Это обычная поваренная соль. Которая может послужить источником натрия. Натрий может при соединении с угольной кислотой вытеснить один атом водорода. И заняв его место превратиться в искомый ядрокарбонат натрия. Что вы получите еще дополнительно? Вытесненный водород свяжется с хлором который теперь освободился. И появляется соляная кислота. Соляная кислота долго в кровеносном русле думаю находиться не будет. Потому как железы желудка при хорошем их состоянии должны убрать ее из кровеносного русла. И при необходимости выделять просвет желудка. Где образуется или поддерживается тот самый кислый барьер. Который будет следить за тем чтобы ваш организм то ли со слюной. То ли с пищей. То ли с напитками. Не проникали таким образом часть микроорганизмов. Часть кислота неустойчивые. То есть щелочи устойчивые микроорганизмы. Их оболочка будет соляной кислой растворяться. И одновременно ваш организм будет следить. Чтобы ни одна молекула гидрокарбоната натрия или пищевой соды. Не попыталась таким путем в ваш организм проникнуть. Вот именно такая пища. Растительная. Термически обработанная. И умеренно присоленная. Помогает ощелачивать и кровь. И мочу. И заодно желчь. То есть и два фильтра работают хорошо. И в принципе кровь находится в приличном состоянии. Делаю акцент присаливать. Но не пересаливать. Избыток поваренной соли в кровеносном русле не даст вашим почкам очищать кровь. Соль она астматически активна. Она держит около себя воду. И вашим почкам очень сложно будет разорвать эту связь. И отнять у поваренной соли воду. Выделить ее с мочой. Заодно растворенными в воде токсинами. Очищать ваш организм. И пересаливая пищу. Вы легко проверите какая из систем у вас работает слабо. Если появились верхние или утренние отеки. Плохо работают почки. И им нужна более серьезная помощь. Если появились нижние или вечерние отеки. Плохо работает сердце. Ведь на сердце также будет приличная нагрузка в этом случае. Потому как ему приходится перекачивать значительно большие объемы крови. И не имея достаточного запаса мощности. Сердце будет сбрасывать жидкую часть крови в воду на периферию в виде отеков. Что еще очень важно учитывать. Это погодные условия. Да, погода тоже влияет на очищение почек. На очищение крови. И это важно учитывать. Потому как при определенных условиях. Погода может сделать ваши усилия просто бесполезной тратой времени и сил. Не вредными для почек, но бесполезными. Если вы начнете очищать почки в летнюю жару. Скорее всего у вас получится только очищение кишечника. У вас растительная клетчатка будет идти по кишечнику. Кишечник будет чище. А вот почки вряд ли очистятся от солей. Потому как в летнюю жару основное количество воды будет удаляться для охлаждения организма через кожу и органы дыхания. А потока мочи через почки достаточного потока, чтобы сдвинуть с места накопленные там соли. Его будет недостаточно. И вы будете заниматься очищением почек. А результат вы не получите. А вот что делать, чтобы ваши почки работали лучше? Вы узнаете прямо сейчас. Что же делать, чтобы ваши почки работали лучше? Ну считается, что нужно больше пить воды. Ну те самые полтора-два литра воды в сутки. Это распространенное заблуждение. При этом вы опять добавляете работу сердцу. Объем ведь крови увеличивается. Одновременно вы испытываете на прочность сосуды. А также заставляете ваши почки больше работать. Как вы думаете, если в почках есть солевой диатез или песочек? Они у вас сильные или слабые? Думаю, что не самые сильные. И плохо справляются со своей работой. По этой причине их нужно не загружать дополнительной работой. А помогать работать лучше. Тогда и работать будут дольше. Вот как же помочь вашим почкам работать? Нужно вспомнить, что почки фактически стоят на выходе из организма. Контролируя примерно 10% крови. Именно столько крови получают ваши почки для очищения крови. И наличие проблем показывает, что им тяжело работать. А вот есть система, влияние на которой очень хорошо разгрузит ваши почки. И об этом вы узнаете прямо сейчас. А вот на входе в ваш организм, контролируя употребляемые вами продукты питания, напитки, медикаменты, стоит намного более мощный фильтр. Это печень. Более того, фильтр в разы мощнее двух почек и способный к регенерации. В отличие от почек. Ведь неправильно проведя очищение почек. А такие методы, к сожалению, в интернете присутствуют. И в одном из видео я об этом напишу. Вы можете необратимо нарушить работу своих почек. А печень очищает всю поступающую кровь из кишечника. И обезвреживает многочисленные токсины и окислители. Часть из которых, при плохой работе печени, может нарушать работу почек. На моем канале десятки видео лекций по работе печени. Их можете легко просмотреть. А также посмотрите видео консультации врача-диетолога онлайн. Там много полезной информации. Как же наладить себе правильное питание. Чтобы печень работала эффективнее. И разгружала ваши почки от совсем ненужной для нее работы. И самое главное. Нужно применить эти знания на практике. Тогда и печени и почкам будет лучше. А вашему организму тем более. Вот на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать. С привычными подписчиками моего канала словами. Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. И пока вы думаете как отнестись к этой информации. Я подумаю какое еще видео написать на эту тему для вас. До новых встреч на моем канале. Субтитры сделал DimaTorzok